Недостойные вопросы мужчин на свиданиях. Сколько у тебя было мужчин до меня? Ой, ты знаешь, уже сбилось со счет, сколько ты зарабатываешь. А ты снимаешь или у тебя свое жилье? Чем ты живешь, чем ты увлекаешься? То я работаю следователем в полиции где-нибудь, да? То это уже может сложиться, а тебе какой-то портрет. А на что ты живешь? А на какие деньги ты живешь? Да что за странные вопросы ты задаешь? Как ты смеешь у меня такое спрашивать? О, я знаю, что есть такое спрашивать, значит ты недостойный. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этой теме, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Прямо сейчас я буду рассказывать эти вопросы, я буду их перечислять и также буду благодарен, если вы в комментариях поделитесь, какие еще есть странные вопросы. Я их буду перечислять и также буду объяснять, почему эти вопросы странные. И также я буду подсказывать, как на них более корректно отвечать. Поехали. Итак, первый вопрос. Сколько у тебя было мужчин до меня? Знаете, если вы слышите такой вопрос, это уже, знаете, звоночек, что с мужчиной что-то не так. Нет, это не значит, что после этого вопроса, значит, нужно ставить штамп какой-то или такой супер вывод, что этот мужчина недостойный, он плохой, и с ним вообще не нужно общаться. Это уже, как бы, такой, знаешь, звоночек, как бы, зазвенело, и тебе нужно, ну, немножко так, может быть, напрячься. И в любом случае ты должна понимать, что этот вопрос некорректный. Я считаю, что нормальные мужчины такие вопросы не задают. Да, чаще такие вопросы мужчины могут задавать определенной религии, у которых, например, важно, чтобы женщина была, например, невинной или чуть ли не невинной. Но если ты с таким мужчиной общаешься, тогда, наверное, там это более правильно. Но в любом случае, я считаю, что этот такой вопрос некорректен. И как же на него правильнее ответить? Это не значит, что нужно критиковать мужчину, говорить, да что за странные вопросы ты задаешь, как ты смеешь у меня такое спрашивать, или, о, я знаю, что из такой спрашиваешь, значит, ты недостойный. Нет, не нужно. Нужно просто спокойно или приуменьшить цифру, да, лучше меньше какую-то цифру, лучше ответить в стиле, ну, у меня было там двое мужчин, с которыми я была в отношениях с одним, там, три года с одним год, ну, вот, вот это были мои мужчины. Можно так ответить, или же можно в шутливой форме сказать, ой, ты знаешь, уже сбилось со счету, ну, можно как-то при преувеличить в шутливой форме отшутиться, и все посмеются. И я считаю, что это нормальные варианты ответов. И опять же, это не значит, что ты должна отвечать, чтобы как-то не испортить о себе впечатление. А просто, ну, человек задал, ну, может, вылетело у него какой-то странный вопрос, ну, может быть, переволновался, да, ну, ответь ему корректно, и не делай вывод, опять же, по одному вопросу. Следующий странный вопрос звучит так. Ну, почему такая красивая, достойная, ля-ля-ля, вот такая девушка и одна? Или это может быть звучать. Тебе 30, или тебе 40, или тебе столько-то, и ты до сих пор одна? Ну, почему так? В чем же подвох? Это тоже, я считаю, странный вопрос. Более того, женщины тоже любят этот вопрос задавать мужчинам, говорить, вот ты такой достойный, ты такой-такой-такой, а в чем же подвох? Или, а почему ты до сих пор один? Это странный некорректный вопрос. Ну, как я тебе советую на него отвечать? Что? Ну, пока что я, ну, пока что вот не встретила достойного мужчину, с которым мы будем счастливы вместе и будем рады делать друг друга счастливыми. Пока не встретила, ну, вот прямо сейчас я с тобой на свидании, кто знает, может быть, мы вот встретили друг друга, и мы друг друга, судьба друг для друга, кто знает, посмотрим, вот прямо сейчас я на свидании с тобой, или на встрече с тобой общаюсь. Следующий вопрос, он может начинаться так. Где ты живешь? Или в каком районе ты живешь? Я считаю, что это нормальный вопрос, и обычно это мужчина спрашивает, ну, чтобы иметь представление, где ты территориально, особенно если вы знакомитесь в интернете. Но странный вопрос, некорректный вопрос звучит так. А ты снимаешь или у тебя свое жилье? Это наглый, странный вопрос. И если задуматься, для нормального мужчины, какая ему разница, женщина живет, девушка живет сама, или ей купили родители, или она сама заработала, или это рассрочка, или кредит, или это аренда, это вообще не имеет значения. И еще раз напомню, стоит ли делать вывод, что по одному странному вопросу ставить условно крест на мужчине, и делать в нем какой-то, ставить вердикт, что недостойные, с ними нужно общаться. Нет, не нужно, это просто звоночек. Но, конечно же, если звоночки накапливаются, уже можно делать какой-то предварительный вывод. Следующий вопрос, это, наверное, классика, сколько ты зарабатываешь? Сколько денег ты зарабатываешь? Какое это имеет значение? Какая тебе разница, сколько девушка зарабатывает или женщина? Да, я согласен, вопрос, где ты работаешь, это, в принципе, нормальный вопрос, потому что, с одной стороны, может казаться, что мужчина хочет разведать, что ты там, сколько зарабатываешь этим вопросом, но нередко такой вопрос может звучать, просто чтобы мужчина, он хочет иметь представление о тебе. Чем ты живешь? Чем ты увлекаешься? Ну, например, если ты скажешь, что я работаю следователем в полиции где-нибудь, то это уже может сложиться, а тебе какой-то портрет, или ты фитнес-тренер, или ты HR, или, может быть, финансовый директор, или, может быть, ты рисуешь. Когда я задаю вопрос, где ты работаешь, ты мне отвечаешь, у меня еще больше складывается представление о тебе, как о женщине. Но вопрос, сколько ты зарабатываешь, это некорректный вопрос. Я считаю, что лучший ответ на этот вопрос, как-нибудь отшутиться, сказать, что на хлеб с маслом хватает, или на платьичке, вот на платьичке хватает. Ну, не называть конкретную какую-то сумму, это ненормально, а как-то отшутиться, сказать, что мне хватает, там, или достаточно, все хорошо, вот видишь, улыбаюсь, все прекрасно. В таком стиле это будет лучший ответ. Следующий странный вопрос, который может задавать мужчина, это, они более редкие, это, скорее всего, вопрос часто звучит на ответ женщины. То есть, когда мужчина спрашивает, где ты работаешь, да, или чем ты занимаешься, а женщина говорит, а я не работаю, да, я там хобби занимаюсь, я, в принципе, не, ну, не работаю, бизнесом не занимаюсь. И тут может прозвучать странный вопрос, а на что ты живешь? А на какие деньги ты живешь? Я считаю, что это тоже странный вопрос, потому что, ну, какая тебе разница, на какие деньги она живет? Это ее дело, ну, как-то живет. Можно воспринять этот вопрос, как с подвохом, да, типа, намекает там на то, что у тебя там, что там, спонсоры какие-то или что? Но в большей степени мужчина может задать вопрос, чтобы понимать, а как это, да, может у него вообще не складывается, как такое вообще возможно? И вообще, я считаю, что лучше не отвечать прям, ну, я не работаю, да, вот, не чтобы звучал так ответ, если ты не работаешь, а чтобы звучало, что я увлекаюсь, у меня много увлечений, у меня хобби, они мне, например, там приносят доход, если это так, а если это не так, ну, может сказать, что у меня там, мне помогают родители, да, или там, может быть, бывший муж мне помогает, или может быть, там, накопила деньги и на них живу, да, опять же, важно понимать, что на все, что касается денег, вопрос, тебе на эти вопросы нужно отвечать, знаешь, не с позиции, как бы его там не спугнуть, а просто мягко, спокойно, и чтобы эту вообще тему закрыть, и если ты понимаешь, что там много начинается разговоров именно на эту тему, ты можешь сказать, слушай, давай, может быть, там поменяем тему, не будем, давай будем узнавать друг друга, общаться, не будем общаться узко, там, на какую-то тему, если для тебя важно еще больше разобраться в психологии мужчин, как мужчины себя ведут, почему они себя так ведут, как сделать так, чтобы большинство мужчин не вели себя только в начале хорошо и прекрасно, а как сделать так, чтобы твои отношения с мужчиной, которую ты строишь или будешь строить, были классными от начала, когда выступаете там в отношении, или когда начинается какой-то там конфетно-букетный период, и до конца ваших дней, до того периода, сколько ты сама захочешь, чтобы ты управляла отношениями без драм, без манипуляций, без истерик, без обид, и была на 100% уверена в себе, довольна собой и довольна мужчиной. Это мы разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся бесплатно. Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и, пожалуйста, также поделись в комментариях, какие еще странные вопросы по твоему мнению получал ты от мужчин, и, возможно, я это учту уже в следующих видео. «Мужчина. Честная инструкция»